По сенсорным, по сенсорным, по-по-по-сенсорам. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Александр Мордынский и очередной обзор на моем канале. Сегодня мы поговорим с вами про новинки в мире VR. В мире VR, причем в мире VR достаточно-таки интересном и уже самостоятельном. В этом нам помогут новые очки от Ариар VR Sky и Дипун М2. То есть давайте поговорим о них. Данные очки у нас, можно сказать, даже элита в мире VR, а это уже такая более бюджетная версия для знакомства с этим миром. Это не те очки, в которые потребуется вставлять смартфон, в которые потребуется вставлять планшет или что-либо. Это полностью самостоятельное устройство, которое вы купили и можете сразу из коробки использовать как онлайн кинотеатр, как для ознакомления с игрушками, скачать Google Cardboard на них и посмотреть какие-либо приложения. Давайте сначала поговорим про более дешевые VR Sky и о том, как они выглядят, о том, какая у них комплектация. Комплектация и, собственно, сама коробочка у них достаточно-таки скудные. Это обыкновенный картон. Внутри мы получаем вот такой вот User Manual, инструкцию на английском языке, которая показывает вам и рассказывает в картинках прекрасно, как установить ремень, как, например, установить приложение какое-нибудь. Оба шлема виртуальной реальности работают у нас на Android. И это достаточно-таки свежий Android, который, в принципе, предоставляет абсолютно полностью все те же самые возможности. Вы можете установить на него приложения, вы можете установить на него игры, бенчмарки, все, что хотите. VR Sky выглядит достаточно-таки футуристично, конечно, да, но в то же время и футуристично примитивно. Здесь у нас присутствуют два глазка, то есть это обыкновенные стекла. И внутри шлема у нас скрыта уже начинка. Можно сказать, в принципе, что это смартфон, лишенный каких-либо модулей сим-карт. То есть полноценно там Wi-Fi, Bluetooth, все те же самые настройки, все те же самые подключения. Возможность установки карточек microSD, кнопка Reset, микрофон, microUSB контакт и полноценный USB разъем, в который вы можете подключить флешку, клавиатуру, мышку и спокойно пользоваться ими. Плюс также в этих двух гарнитурах отсутствует свой звук, отсутствуют свои динамики. Поэтому звук выводится только на наушники или на аудиосистему с 3,5 мм подключениями. У VR Box, VR Sky, у нас слева находится многофункциональная клавиша N, клавиша включения блокировки. А справа находятся кнопки управления громкостью, кнопка назад и сенсорная панель с подтверждением. То есть это крестовина абсолютно полностью сенсорная. По поводу данных очков могу сказать, что у этих очков отсутствует регулятор межзрачкового расстояния и регулятор фокуса. Также в комплектации у нас поставляется, вынимаем вот эту вот ванночку, в которой хранятся очки, хороший качественный ремешок с какими-то кожаными проставками, хорошие липучки, нормально, настраиваемый. И поставляется у нас также в комплектации зарядник и гарнитура наушники, то есть обыкновенные капельки. Плюс, конечно же, кабель microUSB. 5 вольт, 2 ампера. Конечно же, может заряжаться и от компьютера, может заряжаться и от любой другой зарядки. Я заряжал своего зарядника Meizu. Итак, VR Sky в принципе предлагают нам неплохие возможности, хорошую точность, достаточно-таки неплохой дисплей, плотность пикселей в принципе позволяет вам многое. Ну и конечно же, у обоих очков одинаковый набор протоколов подключения, это Wi-Fi и Bluetooth. То есть вы можете подключить к ним как Bluetooth контроллер, так и Bluetooth мышь, Bluetooth клавиатуру и пользоваться ими в полной мере. Сейчас посмотрим, как выглядит у нас внутри все. В этом нам поможет экшн-камера Sony. То есть вот так вот выглядит у нас интерфейс. Здесь, поворачивая головой, вы собственно видите здесь у нас такой кабинет с названием компании, диванчики там стоят, всякое такое добро. И можете уже наводить. То есть здесь приложение, театр, лайв-трансляции, фотографии, настройки. Вверху у нас заряд аккумулятора, время, ну и внизу у нас включенные протоколы связи. Давайте я вам на скидку покажу, как допустим выглядит театр. То есть вы выбираете приложение и оказываетесь в кинотеатре. Можете смотреть здесь крено, 3D в виде, в 2D здесь появляется такой экран. Но без VPN на территории Китая я сейчас не могу это вам продемонстрировать. Собственно прибавление громкости и убавление громкости. Ну и предустановленные приложения. То есть из предустановленных приложений мне понравилось вот это вот. 360 онлайн. Почему понравилось? Потому что здесь есть девочки. Листание производится свайпом по крестовине. То есть вы вот допустим листаете и пальцем подтверждаете, какую девочку вы хотите посмотреть, испытывать. То есть мы получаем вот такую вот ванную, в которой у нас стоит вот такая вот прекрасная мадам. Тормоза происходят из-за слабого интернета. В основном же все прекрасно работает и никаких проблем нету. Да? Добрый вечер. То есть вот такая вот вещь есть из коробки у этих очков. Как вы видите, производительность достаточно-таки на уровне. То есть мы пролистываем все. Каких-либо подлагиваний не присутствует. И достаточно-таки много всяких девочек можно посмотреть. Можно также посмотреть что-нибудь умное, красивое и интересное. Но это предустановлено. Конечно, никто не запрещает вам открыть браузер и посерфить. Итак, посмотрим, что у нас еще есть из приложений. Я установил, конечно же, Geekbench. Давайте поглядим, что он нам скажет. А, то есть да, здесь можно зажать кнопочку N, функциональную. Вылезет такое вот меню. И включить в нем управление курсором. То есть вы будете управлять курсором. Как мы видим, у нас Android 4.4.2, какой-то ARM процессор 1.8 ГГц и видеоускоритель PowerWare 544MP. То есть 2 ГБ оперативы памяти. По поводу самих очков. По поводу самих очков во время тестирования я вам скажу. Они абсолютно бесшумные. То есть в этом их и плюс, и одновременно минус. Они не имеют активной системы охлаждения. Deepun у нас имеет. И мы поговорим об этом чуточку позже. Но эти очки тихие. И в результате отсутствия активной системы охлаждения, они после длительного использования начинают греться. Еще один минус у них. Это то, что сами линзы начинают запотевать. То есть здесь нет каких-либо возможностей проветривать линзы. Вот эта вот штука, она снимается, отстегивается. То есть вы можете совершенно спокойно отклеить, постирать и приклеить обратно. В очках установлен процессор AllWinner H7 на 8 ядер с частотой обновления 2 ГГц по ядру. Видеоускоритель PowerWare 544. 4, 700 МГц, 16 ГБ встроенной памяти, 2 ГБ оперативной памяти. Возможность установки карточек microSD заявлена до 32 ГБ. Самое главное, здесь стоит 5,5-дюймовый дисплей Full HD с частотой обновления 70 ГГц. Напомню, что стандартные экраны телефонов это либо 50 ГГц, либо 60 ГГц. Итак, Geekbench выдает нам результаты 328 по одноядерной производительности и 1155 по многоядерной производительности. То есть приложения стандартные, любые андроидовские, запускаются без каких-либо проблем. Я думаю, уже по датчикам мы лазить не будем, просто запустим тестирование. Как вы видите, камера даже вблизи не особо передает вам огромные ужасные пиксели, да? Да их попросту здесь и нет. Пикселизация у дисплея достаточно-таки достойная, как и сам дисплей достаточно-таки качественный. Даже после получаса играния с очками, после получаса просмотра видосиков, я вам честно скажу, глаза у меня не устали и глаза у меня не страдали. Также в данной VR-гарнитуре установлена батарейка на 4000 мАч, которая заряжается, а заявлена за час. И ее работоспособности хватит на 3-4 часа просмотра фильмов и играния в игрушки, например. И Antutu выдает нам результаты 18916 попугайчиков. В принципе, я ожидал от данных очков, честно признаться, большего. И даже здесь есть свой интернет-магазин, в котором вы можете скачать различные игрушки. Коих здесь более чем достаточно. Или различные приложения. В принципе, наверное, это все, что я хотел рассказать вам по данной модели. Честно, она мне понравилась, но, конечно, у нее есть и минусы. Минус в первую очередь заключается в том, что у этой штуки пассивное охлаждение и нет ни одного вентиляционного отверстия. То есть, если хотя бы парочку дырочек насверлили бы, через которые выходить должно было тепло из очков, я думаю, они бы не перегревались. Приблизительно через час-через полтора они могут начать подтормаживать. Если вы занимаетесь просмотром тяжелых видео, просмотром онлайн-видео или играми, то, конечно, они могут перегреться и начать немножечко подтормаживать. В остальном же хорошие линзы, хорошая реализация. Опять-таки, Android, который позволяет вам очень много. И это пока что все, что я хотел сказать о данных очках. Ссылочка, конечно же, будет в описании. А теперь поговорим про Dipoon M2. И сейчас мы рассмотрим их очень подробно. Во-первых, Dipoon поставляется в более такой продвинутой, в более красивой упаковочке. Такую реально не стыдно подарить. И если бы мне такую подарили, я бы, конечно, очень обрадовался. Но сразу самый первый, самый большой минус этих очков я вам назову. Это их цена. Не пугайтесь, это 600 долларов. Без малого 600 долларов. Так что эти очки не рассчитаны на то, что их будут покупать какие-то бичи-блогеры и прочие нищеброды. Данные очки это уже для элиты, так сказать. Итак, поставляется у нас Dipoon в огромном таком картонном карабасе. Сверху поролоновая прокладка. И, собственно говоря, вот так они там лежат. Давайте достанем сначала сами очки и пробежимся по комплектации. В комплекте у нас сразу встречает кабель USB-MicroUSB. Очень достаточно-таки длинный. То есть здесь полтора метра, реально полтора-два метра. Вот такие вот коробочки. Очень интересно выполнены с логотипом Dipoon. В одной стороне у нас лежит зарядное устройство. Очень маленькое, портативное. И оно у нас на 5 вольт 2 ампера. То есть, в принципе, в обоих гарнитурах у нас 2 амперные зарядки. В противоположной стороне этой же коробки у нас находится, опять-таки, гарнитура капельки. Четырехконтактный 3,5-миллиметровый штекер. Металлические наушники. И комплект с разными размерами под разные уши. Амбушюр этих. Итак, откладываем в сторонку. Достаем следующую коробочку. Следующая коробка, предположу, у нас содержит мануал. Потому что она такая длинная. А нет, ошибся. Она содержит запасную поролоновую наклейку для глаз. То есть, одна уже установлена на данных очках. Она из такого мягенького материала. Знаете, такой мягенький материал, так и хочется его гладить. Я почему-то ожидал, что здесь будет у нас именно бумажки. Для меня это сюрприз. Честно. Вот что значит штука за 600 долларов. Даже позаботились о том, чтобы положить запасочку. Что ж, берем следующую. А, вот и инструкция. Здесь у нас располагается инструкция на английско-китайском языке. То есть, вот такая вот обширная, обширная реально, смотрите, инструкция. На английском-китайском языке. Которая полностью рассказывает, как пользоваться, какие флешки вставлять, ОТГ. И здесь, кстати, полностью написаны технические характеристики. Давайте почитаем. Процессор Samsung Exynos 7420. На минуточку. 7420. Это, по-моему, точно такой же процессор, как у меня в Meizu Pro 5 установлен. 4 ядра А57, 4 ядра А53. 14 нанометров. Да, точно, это именно он. Samsung Super AMOLED-овский экран 5,7 дюймов. С разрешением 2К. То есть, это здесь такой установлен дисплей, как был в Galaxy Note 4. Видеоускоритель Mali-T760MP8 с частотой 772 МГц. 3 гигабайта памяти DDR4. На минуточку LPDDR4. 32 гигабайта свой накопитель. Поддержка карточек microSD до 128 гигабайт. Литий-полимерный аккумулятор 3000 мА. И заявленное время работы 3 часа. Здесь у нас стоит оптический сенсор. Сенсор измерения расстояния. Гироскоп, сенсор гравитации, компас и тач-панели. Не рекомендуется пользоваться устройством больше 30 минут. Здесь, короче, полностью, полностью, вот реально, полностью, вот эта вот инструкция, она полностью описывает устройство, как им пользоваться. И это очень хорошо, это очень похвально, потому что, например, не везде всегда понятно, как им начать пользоваться из коробки. И давайте посмотрим, что у нас здесь в большой коробочке находится. В большой коробочке у нас находятся... А, в большой коробочке у нас находятся ремни на голову. То есть в большой коробке у нас находятся ремни на голову. Их я устанавливать не буду, потому что, ну, честно признаться, я с этими очками уже наигрался. Я с этими очками уже наигрался еще месяц назад, когда мне принесли первый прототип, и он был полностью на китайском языке. Но, как бы, вот, Саня сказал, что... Что за фигня? Как я буду делать обзор на прототип с китайским языком? Я же сам не понимаю, куда я тыкаю. Я тыкнул, короче, его отформатировал. Вот такая была история. После этого у меня его забрали, сказали, все, ты набаловался. Мы заказали для тебя версию с английской прошивкой, так что жди, пожалуйста, все будет. То есть коробка, вот, поставка сама мне очень симпатизирует. Реально, сделано все с такой любовью, с заботой о пользователе. Ну, как будто бы ты технику Apple реально купил. То есть здесь, смотрите, все так уложено грамотно, все красиво. Ладно, не будем о коробке долго. Давайте про очки. Очки у нас уже такие, как у робокопа, знаете ли. То есть спереди у нас находится вот эта вот панель. Она вся представляет собой светодиодную индикацию. Они у меня уже включены. То есть у них здесь есть сенсор оптический. В случае, если вы очки убираете от лица, они автоматически уходят в режим ожидания. То есть они гасят экран и после нескольких минут бездействия уходят в режим ожидания. Как только вы их подносите, сенсор срабатывает и вы полностью видите то, что происходит именно уже в мире очков. Я могу сказать с честностью, что здесь пока что лучший экран, который я видел в мире VR. То есть экран установлен в данных очках в разы, просто в разы лучше. И качество картинки в разы лучше, чем в тех же Oculus Rift. Ну и сама точность управления гироскопами здесь, конечно, тоже на уровне, чем вы просто установили бы телефон. И она намного точнее, чем у этих VR Sky. Конечно, здесь же начинка от Samsung. Как будто бы сюда Galaxy Note 5 установили. Знаете, без модуля связи. Все может быть. Здесь у нас присутствуют решетки для охлаждения. Как сверху, так снизу. И у этих очков самый большой плюс то, что у них присутствует вентиляционное отверстие. И вот эта вот штука, она поролоновая, она пропускает воздух. То есть у вас не запотевают линзы в процессе использования. То есть я пользовался ими более получаса. Мои глаза опять-таки не устали. Все было очень даже интересно. И когда ты входишь в какую-нибудь игру, уже полностью сознанием, там какую-нибудь стрелялочку, крутишься там, то можешь даже иногда пошатнуться. Или если на тебя нападут со спины, то ты будешь полностью неожиданно захвачен. Так, что я могу еще по ним сказать? Сами очки в процессе режима ожидания, то есть пока что они вот работают в холостую, они достаточно-таки тихие. То есть я сейчас поднесу к зуму. Они издают примерно вот такой звук. Как только мы запустим какую-нибудь тяжелую игру, сейчас я вам продемонстрирую для начала. Вот. О чем я и говорил. Вот так звучат очки, когда они начинают работать и нагреваться. То есть в принципе, если вы в очках, то это вас особо не напряжет, но допустим в тихом месте, в каком-нибудь офисе, это будет напрягать не вас, а ваших сотрудников, сидящих вокруг. Что ж, давайте здесь попробую продемонстрировать интерфейс. Экран будет, конечно же, мерцать. В этом именно свойство Super AMOLED, потому что там немножечко другие частоты обновления. они выше, чем у стандартных IPS и TFT-матриц. Вот такое вот меню, рабочее пространство нас приветствует. То есть такая добрая, теплая атмосфера. Как вы видите, детализация очень даже на уровне. Чайничек, тут стоит стульчик. И, собственно, сверху нас встречает. Индикатор зарядки, индикатор включения сетей и время. Что ж, давайте посмотрим об очках. Наводим. Видим вот такую информацию. То есть Bluetooth. Можно выбрать, конечно же, яркость уменьшить. Допустим, до 40%. Но я все время смотрю на 100%, потому что так наиболее привычно. То есть наводите курсорчик и нажимаете подтверждение. О, сенсорной панельки. Кнопка назад. Настройки. То есть здесь мы можем подключить Wi-Fi. Изображение может быть таким размытым казаться, потому что все-таки нужно смотреть двумя глазами, а не одним. Поэтому вот. Локальные файлы, кинчик там. И, собственно, свайп слева направо или справа налево позволяет вам вращаться между меню. Здесь у нас различные игрушки, видео, приложения, YouTube. Конечно же, в новой версии у нас предустановлен YouTube и Play Market. То есть давайте посмотрим на приложение. Обильное количество приложений. И, как вы видите, сразу слева у нас доступная память. Доступно 23,2 из 24 гигабайт своей памяти. Плюс установить, конечно же, можно флешечку. Что ж, давайте начнем с Geekbench. Я установил Geekbench. Смотрите. В случае, если очки у вас видят приложение, не полностью совместимое с VR, то есть не то, которое полностью закрывает, они добавляют вот такой вот приятный вид на океан. То есть кораблики, там городочек, какой-то остров. И само приложение. То есть Geekbench нам говорит, что Android 5.1 и Samsung процессор. Итак, Geekbench выдает нам 933 попугайчика по одноядерности и 3500 попугайчика по многоядерности. Посмотрим, на что способны очки в тесте Antutu. Да, то есть здесь даже 3D-тест абсолютно практически не лагает, как вы видите. Прекрасно идет изображение. С учетом того, что очкам нужно одновременно делить экран и обрабатывать его так, чтобы вы видели именно 3D-объемную картинку, а не плоскую. Что я могу сказать, в частности, по данным очкам? Они реально крутые. Я даже скажу, они нереально крутые. В них есть собственный маркет, в них есть собственный кинотеатр. В них есть сервисы Google. То есть вы можете установить приложение из Google Play Market, установить Google Cardboard опять-таки. В них более удачно реализована клавиатура и ввод текста. Ну и опять-таки, конечно, к ним тоже можно по Bluetooth подключить различные геймпады, различные клавиатуры, мышки. Ну и, конечно же, здесь стоит то, что суперамоледовский экран и начинка от Самсунга, это дает ярое преимущество по сравнению с любыми другими VR-гарнитурами подобного класса, подобного уровня. Конечно, мне эта гарнитура очень понравилась. Реально, я бы, если бы мог, я бы такую бы взял, подарил бы родителям. Ну, кинчик смотреть, допустим. Ну или просто там показать им какие-нибудь VR-влоги, свои VR-снимки. То есть здесь предустановлен даже YouTube и, конечно, он совместим с режимом VR. То есть вы включаете, открываете и сразу смотрите. Детализация экрана позволяет совершенно не напрягаясь смотреть кино в 3D. По поводу каких-либо лагов, подтормаживаний, эти очки абсолютно не подлагивают, абсолютно не тормозят. По ощущению себя в пространстве они также никогда не подвисали. То есть всегда у них суперчеткий результат. Они полностью себя ощущают. И у них есть еще функция того, что, допустим, вы сели в какое-либо место, включили их и неудобно повернулись. У них снизу присутствует кнопочка на дисплее. То есть вы кликаете по сенсорной панели, и она предлагает вам переразместить рабочее пространство. То есть говорит, в каком месте вам удобнее разместить ваше рабочее пространство. То есть то, что вы там видели, стол, стул, вы можете рабочее пространство хоть за своей спиной поставить. То есть там, где висели плакаты на стене. Это очень удобная функция. И реализации подобной настройки я не видел пока что ни в одной подобной VR-гарнитуре, которую я щупал. Ну то есть да, они достаточно-таки шумные, так что сильно долго ими, конечно, не попользуешься. Разве что ты не одинокий холостяк, который приобрел его для просмотра VR-порна. Да, конечно, что эти очки, что эти очки полностью совместимы с приложением PornHub, которое вы можете установить и смотреть порнушку в 3D. Но лучше найдите себе женщину. Итак, в завершении тестов Antutu показала нам результаты 50199 попугайчиков. Сейчас я вам вкратце продемонстрирую, как работает оптический сенсор. Убираем, и экран гасится. То есть вот этот вот сенсор, как вы видите, он работает на основе ИК. Подносим к нему что-нибудь, он распознает, включает сразу дисплей. То есть в таком случае очки выключены. В таком случае они включены. Очень удобно на самом деле эта реализация. Ну и вот такое вот синее свечение, голубое. Итак, 50 тысяч попугайчиков. Нехило, да? Здесь есть вот такой вот стор, где вы можете скачать игры. Здесь достаточно-таки большой выбор. Это и пазлы, и стрелялки, и головоломки. Магазин постоянно обновляется. И я думаю, там в скором времени будет очень много всякого. Конечно же, мои приложения. Очень много уже предустановленных игрушек. YouTube, пыры-пыры. Давайте включим VR-шутинг. То есть здесь у нас дипун. И сейчас полностью растягивается на экран. Картиночка. То есть что-то похожее на Counter-Strike у нас сейчас перед глазами стоит. И здесь уже все шутеры путем наведения работают. То есть автоматически стрелять я буду. У меня есть какая-то снайперская винтовка. И нужно по мишенькам стрелять. Я не знаю, где они видели, чтобы СВД вела автоматический огонь. Честно. Это, по-моему, бред какой-то. Но, тем не менее, смотрите, как работает игрушка. То есть никаких здесь подтормаживаний, никаких абсолютно проблем с производительностью нет. Ну и давайте включим какой-нибудь другой шутер. Или какое-нибудь другое приложение. Что-то у нас с викингами связано. Давайте посмотрим. New Game. А, пожалуйста, подцепите Bluetooth для того, чтобы ходить. То есть в данной игре уже нужно ходить. То есть смотрите, какой приятный графон. При помощи тапа по панели я буду бить их. Но здесь, конечно же, нужно перемещаться. Что-то чуваки там застряли. А у меня геймпада никакого, естественно, пока что нет. Что ж, уровень графики вы можете видеть. О таких играх когда-то мы могли лишь только мечтали в детстве. Что ж, опять-таки выйдем. Ну и по поводу производительности очков, как вы можете видеть, это тоже абсолютно не проблема. Любая игра, они с любой игрой справятся. Собственно, интерфейс я вам показал. В принципе, это все, что я хотел показать. Игрушки, кино и прочее здесь функционируют. То есть по поводу размещения. Смотрите, кликаю. И допустим, я хочу, чтобы у меня меню было здесь. Все. То есть здесь у нас теперь голое пространство. И очки запомнят это. И меню останется здесь. Сразу тишина такая настала, да? Ну вот, в принципе, и весь обзор. В принципе, я не знаю, как, что демонстрировать на данных очках. Просто придется поверить на слово. Что это суперкрутая штука за 600 долларов. А это, пожалуй, такое развлечение более бюджетной версии. Нет, она не фигня. Она не полная фигня. В ней, конечно же, есть и плюсы, и минусы. Как и в этой есть и плюсы, и минусы. В любом устройстве они имеются. Но факт в том, что здесь вы заплатили и получили просто уже совершенный, фактически, готовый продукт. Который только подключил и пользуйся. Или же здесь еще немножечко придется поработать напильничком. Может быть, посверлить дырочек. Установить какой-нибудь радиатор, вентилятор. Плюс здесь есть фокусное расстояние, активное охлаждение. А здесь их нет. То есть, пропросту вы даже не можете подкрутить линзы под свои глаза. То есть, придется, типа, как-то вот так вот, что ли, не знаю, подкладки увеличивать. Опять-таки, в более дешевой версии у вас запотевают линзы постоянно. В версии Deepun линзы не запотевают вообще. То есть, хоть обыграйся. Ну и сами элементы управления и размер вес. По-моему, все-таки Deepun будет предпочтительнее. Он, в принципе, места меньше занимает и весит меньше. И упор на нас дает, опять-таки, нагрузку на нас дает меньше. Плюс установка вот этого вот оптического сенсора позволит вам, допустим, вы поигрались, отложили, забыли выключить. И все, очки сами там погаснут через некоторое время. Здесь же, здесь же, я эти очки забыл выключить. И они вот просто светили, светили, светили и светили всю ночь, пока не потребовали зарядку. То есть, я проснулся от того, что увидел, что там что-то моргает, типа, подключите к зарядному устройству. В принципе, у обоих мякушки присутствуют. Обе гарнитуры достаточно-таки комфортабельные. Мне, ну вот честно, мне понравились обе. Сюда бы я внес, конечно, свои изменения и сюда бы я внес свои изменения, но это уже готовый продукт. И какой из них выбрать, решать только вам. Ну а с вами был Александр Мордынский, обзор на Deepun M2 и Arieller VR Sky. То есть, такое название, фиг даже выговоришь. Здесь Deepun, да? Deepun, Arieller VR Sky, что? Могли бы название хотя бы дать M2 какое-нибудь, допустим, как здесь. Да, полностью самсунговская начинка. Полностью начинка Allwinner какая-то, свеженькая. Samsung, конечно, это вне конкуренции, просто топ. Ну и комплектации вы видели сами. Большая красочная коробка или маленькая неприметная картоновая коробочка, в которой, в принципе, все уменьшается. Данные вещи вы можете приобрести в интернет-магазине TomTop. Конечно же, ссылочки будут в описании. Там же вы можете найти купон, если он вдруг будет. Ну и с вами был Александр Мордынский. Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии. Вступайте в группу ВКонтакте и не забываем подписываться на Инстаграм. Там будет всякое. Напишите в комментариях, что бы вы выбрали и чего бы вы хотели потестить вообще. Потому что вставлять телефон в очки и тыкаться там, это уже, по-моему, прошлый век. Этот год будет реально годом VR. Что VR-камеры 360 дешевые появились на рынке, что теперь вот такие вот Android напичканные VR-шлемы дополненной реальности. Всем удачи, всем пока.